Сегодня в Красноярске суд вынес приговор красноярскому политику и бизнесмену Анатолию Быкову. Как все вы знаете, он уже три года находится в СИЗО. Против него были возбуждены несколько уголовных дел, одно из которых закрыли по соглашению сторон за стечением срока давности. Но по первому уголовному делу Анатолию Быкову уже, что называется, отдали порядка 14 лет колонии строгого режима. И сегодня по статье подстрекательства к убийству, по очередному уголовному делу за подстрекательство к убийству Неколову, как говорится в обвинении, Анатолия Быкова приговорили еще к 11 годам колонии строгого режима. В совокупности суд объединил наказание в 17 лет заключения в колонии строгого режима. Я хотел бы высказать свою точку зрения по этому судилищу, по-другому назвать невозможно. Первое. Процесс этот политический, и об этом сторонники Быкова говорили, и правозащитники с первого дня. Это подтверждал и также пассионер Платошкин, и Навальный в своих стримах. Потому что Быкова арестовали не сразу после инкриминируемого преступления, а спустя долгие годы. Во-первых, обвинение вообще уж прошло там 20 лет. Но, тем не менее, не хватались и не пытались его привлечь к ответственности в предыдущие годы. Только в мае 2020 года, когда у Быкова истек криминальный фильтр, и у него было право, возникло право избираться в органы власти. Поскольку в краевой администрации настрочили служебную записку в полпредства, в администрацию президента, что Быков это реальная угроза для власти. Он оппозиционер, он критикует краевую и федеральную власть, да он вообще может пойти на президента, он может создать свою партию. То и было решено, дали команду генералам МВД и ФСБ, любыми путями, некачеством так количеством, состряпать несколько уголовных дел и отправить на подольше Быкова в колонию. И этого плана, собственно, и придерживались силовики. Еще за полгода до ареста Анатолий Быков знал, что против него начались некие действия в колониях. Уже тогда представители МВД по Красноярскому краю ходили по камерам и договаривались со старыми знакомыми Анатолия Быкова из 90-х годов о том, чтобы они дали против него показания в обмен на облегчение условий содержания, а то и освобождение. И успешно со всеми договорились. Татаренков дал показания и оказался на свободе. Вилла Струганов дал показания против Быкова и тоже оказался на свободе. Его фотографировали уже в планете, как он примеряет себе футболочки и рубашки. То есть все получили какие-то коврижки за то, что дали показания, как считает защита, ложные за оговор Анатолия Быкова. Если вы погуглите ту статью, по которой сегодня Анатолия Быкова осудили на 11 лет, подстрекательство к убийству, то вам сразу выдадут статьи о том, что это очень сложно доказуемое преступление. Их крайне мало в России таких дел и таких статей, в связи с тем, что привлечь человека к ответственности за подстрекательство к убийству можно только при наличии конкретных и очевидных доказательств. Аудиозапись разговора, видеозапись, какие-то прямые улики. И до сих пор в уголовных делах просто показания людей, каких-то посторонних или непосторонних, людей из настоящего и прошлого, или просто бомжей с помойки, которым дали бутылку водки, вот о говоре этого человека. Раньше это все не работало. Раньше судья обращался к прокуратуре с вопросом, ну а улики-то у вас какие-то есть, кроме вот этих вот показаний. Если прокурор мотал головой, что улик нет, только вот слова, то все, дело закрывалось, человек невиновный, до свидания, иди гуляй. То в случае с Анатолием Быковым из-за вот этого телефонного права, из-за политического заказа, при полнейшем отсутствии каких-либо улик и доказательств, суд во всех уголовных делах, во всех процессах опирается исключительно на показания неких уголовников. Уголовников, которые ради своей судьбы и пребывания, либо освобождения из колонии, уже неоднократно в течение своей жизни меняли показания в отношении тех или иных фигурантов, людей, которых привлекали к уголовной ответственности. Я и про Струганова сейчас говорю, и про Татаренкова. Об этом, собственно, говорила защита Быкова на протяжении последних трех лет. И вот теперь, основываясь на показаниях, на словах этих людей, Анатолия Быкова могут отправить в колонию строгого режима на 17 лет. С учетом корректировки срока, который он провел в СИЗО, один к полутора дням. Естественно, что власть его отправляет туда в надежде, что он никогда не выйдет на свободу и никогда уже не будет заниматься политикой. Сторонникам Анатолия Быкова не нравится аналогии с Навальным, но по тому же сценарию власть избавилась и уничтожает сейчас оппозиционера Алексея Навального, которого точно так же накидывают одно уголовное дело за другим. И несмотря на то, что он сидит уже в колонии, отбывает наказание, ему накидывают новое. Там и за терроризм, и за экстремизм, и за все, хотя он уже ничего не может сделать. Но поскольку о правосудии в России, в нынешней России, говорить не приходится, прошу прощения, тут уже голуби на меня набрасываются, полагаю, что я буду их кормить. Так вот, поскольку о правосудии в стране говорить не приходится, достаточно телефонного звонка сверху от генерала, от администрации президента, видимо, от авторитетного судья из Москвы, чтобы на местном уровне судья принял то решение, которое от него требуется. Ангажированное судилище всегда приводит к тому, что человек, политический деятель, бизнесмен, становится жертвой режима, который пытается от него избавиться. Естественно, что такие вердикты, они не поддаются никакому логическому объяснению. Они в нормальной стране рассыпались бы при первом же обжаловании, потому что они просто там дела шиты белыми нитками. Но в России, я уверен, что обжаловать политические дела невозможно, потому что они координируются из Москвы, с самого верха. Они не опираются на закон, они опираются только на политическую волю убрать политического противника. Таким образом, Москва избавилась от сильного политика в Сибири и в России. Это Анатолия Быкова. Поставлена ли точка во всей этой истории, я сомневаюсь. Многие политики, которые сейчас находятся в Апале, испытывают надежду и уверенность, что их освободят, как только сменится этот режим, как только сменится правящая верхушка, двери в тюрьмы откроются, они выйдут, и они еще скажут свое последнее слово людям и тем, кто их обвинял. А что вы думаете об этой истории? Напишите свой комментарий, поделитесь этим видео, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!